всем доброго времени суток как вы можете заметить я вспотевший все потому что я ставлю каркас и зато палка верхняя вообще не лезет не знаю почему пытаюсь ее как-то вкорячить у меня это расстояние не растет где-то на пол сантиметра сейчас дождусь помощи кто-нибудь поможет не растянуть и поставлю еще каркас интересен тем что он проходит через торпеду получается нет этого обгиба через который спотыкаетесь когда залазите посмотрим будет лучше или хуже но пока что я его даже поставить не могу ну и сзади каркас проходит получается по стойкам можно удобно сесть еще на чайзера накинул 265 колесо с 10 шириной диска это адваны это для альтеза были но они есть для нее просто пока что чайзер взял подносить тут короче арка сгнила и нормально колесо встава ну в развале правда два с половиной градуса но стоит так в принципе по чайзеру больше никаких изменений нету вот сейчас поставим каркас и надо будет заехать на замену лобового стекла потому что стекло у меня уже треснуто и сыт но вот спустя час каркас установлен конечно геморрой очень много было сейчас осталось просверлить натянуть и закладные прикрутить самое сложное было поставить эту дугу в общем все разобрали и начали заново сначала ее поставили потом средние дуги и потом ушли назад задние самые простые были но тоже был момент что нужно было натягивать каркас в общем сейчас он не прикручен стоит вообще намертво просто жестко когда прикрутим еще лучше будет и осталось распилить торпеду отвести тачку на замену лобаша и чайзер будет готов к воскресной тренировке я не знаю видно не видно короче здесь вот отломалась вообще вот эта часть каркас пришлось несколько раз выпиливать так он здесь выглядит эта часть это все это уже стоит здесь дулька никак не поставится потому что она сразу в каркас упирается с этой стороны короче вот так тоже предел уже упор как-то так встала по-другому короче не вставала потому что торпеду сначала как-то нужно поставить а потом уже довести до места каркас поэтому вот так вот напихивали здесь сейчас останется собрать весь салон полностью короче вот поставил такой dual turbo таймер прикол в том что это turbo таймер и еще датчик буста теперь буду смотреть электронные показатели и у него есть пики можно будет смотреть сколько в пиках был буст после вчерашней установки каркаса думаю надо поменять лобовое почему меняю стекло да потому что вот как на лаурейле здесь вот такая вот тема первая проблема не знаю скорее всего здесь не nissan ничего здесь не сгнило но посмотрим также еще купил дверные карты сейчас заехал их на мойку чуть сполоснул они все равно грязные надо будет их домовать теперь у меня будет синий салон с элементами зеленого и чуть-чуть коричневого осталось еще синий ковер найти будет вообще топ ручки покрашу в черный потому что ручек сожалению в комплекте не было все я уже еду с новым лобашом сказали дня три лучше тачку не мыть и скотч не снимать вот так вот это все выглядит за замену отдал 5 400 стекло бенсон горят хорошая ну так еду пока нормально вроде ничего не расплывается стекло стоит 3550 установка 1400 и молдинг 3 метра вот так это выглядит снаружи молдинг вклеен ровненько аккуратненько красиво выглядит под лобашом в принципе ржавчины особо не было чуть-чуть есть места но не критично никак у меня на лауреле было 110 кто же готов поставили ему стопы обычные чтобы было не жалко разбивать что здесь стояли хорошие сзади колеса поставили в ноль купили нижний рычаг верхний рычаг на два с половиной сантиметра удлинили и рычаг схождения купили также по нему были проведены работы сзади мы поменяли пружины поставили 16 килограмм а спереди поставили пружины 22 килограмма там их видно нет красного цвета завтра будет тренировка надеюсь по сухому и затестим заодно посмотрим как он будет на жесткой ходовке напомню до этого стали 16 и 8 и так в общем блок я уже практически разобрал осталось только поршня вытащить здесь вот собрал бугеля от головы колено на колене небольшой задир не знаю возможно полирнут но я все равно буду ставить другое колено это так чисто проверить мотор полностью раскидал башка я уже снял замотал стрейч с ней все нормально в общем маслонасос выжил в целом его можно обратно ставить скорее всего я так и поступлю посмотрю что по блоку естественно его нужно будет отмыть весь и посмотреть что по хону прокладку я буду ставить новую это пойдет на помойку а может быть пойдет кому-нибудь в мотор любителям собрать мотор на бушной прокладки даже хон присутствует вы понимаете на видео плохо конечно видно здесь прям реально есть хон 1 2 3 4 хон вижу 5 хон и даже в шестом есть хон но тут шестом какие-то то ли задиры то ли чо какие-то короче есть моменты небольшие заценить поставил синий салон теперь у меня получается туры и черными ручками там тоже все стоит единственное что коричневый это получается резинки и вот эти части их скорее всего я уже не сниму что стоит каркас но и у меня их нету надо будет найти потом может быть поставлю и будет синий салон тур и рви у . не купил от лабаш там тоже у . написано дак ее сейчас буду клеить надо короче мыльной водой попшикать обезжиривателем и приклеить сейчас будем пробовать стикер готов наклеили смотрится солидно так на все мы едем на тренировку сейчас заехал на металлоломку алюминий нынче подорожал от решил сдать поршней чтобы подзаправиться сейчас покажу короче вот взял поршня gz чистый алюминий 1gz вот пожалуйста сейчас буду сдавать посмотрим насколько вытянет тут короче три комплекта наконец-таки починили фары пока ближний свет дальний попозже подключим так пятьсот пятьдесят рублей у нас чуть меньше пол бака я думаю хватит на тренировочку на самом деле все это шутки и поршня просто мне в гараже валялись ними достали это реально gz но атмосферные пики вчера разгонялся они от 074 это я сегодня разогнался покатаемся на тренировке посмотрим какие будут пиковые значения я думаю где-то один с чем-то закидывает по любому потому что тачка стружит нереально а переобуваемся сейчас поставим более лучше покрышку потому что ставили сейчас чуть полосе она не держит и колесо широкая десятка тачку все равно разворачивает короче вот это вот колеса которые мы сточили за пару кругов давление здесь 15 по моему уже не держит из-за что они десятой шириной у них какой-то свой вылет тачка короче разворачивается сейчас подкинули серка и посмотрим как на ней будет тренировка прошла успешно для некоторых она еще продолжается сегодня на 9 часов вон пацаны катаются это выжившие у кого еще резина осталась чайзер сегодня отпахал хорошо все с ним в порядке надо срочно поменять резину спереди просто это горизонт она вообще не держит морда плывет жестко по рулежке все нормально задние колеса когда спустили поменьше килограмма начало ехать толкаться и рулиться сегодня сточили пару комплектов здесь сейчас тоже стоят этот суперспорт локсея она сточилась тоже так равномерненько скажем для развала в два градуса ну и тачка нормально ездить все ништяк единственное ручник растянулся мы его потянули все задние ступицы скоро буду менять за одно обслужу ручник принципе он работает но вот каждый раз его подтягивать примерно две-три тренировки уже под надоело арку тоже выпилили под колесо потом подделаем n style поставим а у нас уже следующий день после тренировки приехал в гараж я заберу запчасти покажу какие здесь у меня лежат шатуны коленвал гбц распредвалы и где-то еще шатуны вот еще шатуны короче везу все шатуны на промерку головку повезу на профилактические работы чтобы клапана притерли шайбы сделали плоскость сняли короче все сделают я ее же просто потом подкину и поеду шатунов у меня много получается три комплекта из них надо выбрать всего лишь один и поставить его вальтезу остальные либо в зип либо в продажу так мы сейчас находимся в станочке привез шатуны колено здесь вообще кипит работа шлифуют точат короче все здесь есть час отдам и поеду дальше так мы боксе где делают голову ладе привез свои распредвалы получается всем беля и голова часа дам спросим сколько будет делать здесь у них очень много работы поэтому делать они это все дело не быстро сказали будут делать месяц может быть чуть раньше и так что мы имеем завтра у нас плановая тренировка возможно я поеду возможно нет и все что нужно сделать по чайзеру это поменять сзади резину вот за это я люблю сток тачку которую в принципе обслуживать не надо катаешься в удовольствие из изменений чтобы я поменял это резину спереди я хочу ее поменять на более держаковую учет мне не нравится как она работает также меня ждут расширения на заднюю часть их нужно вырезать подогнать под мою арку и арку заварить чтобы дым салон не летел по салону изменений никаких особо не будет за исключением то что появится подушка и пол а еще магнитофон и пепельница ну а теперь о главном изменении которое скорее всего скоро произойдет здесь стоят сошки как на альтезе альтеза на этих сошках рулится 110 рулится этот кузов как-то непонятно не всегда получается возможно это из-за того что сзади развал 2 градуса и ходовка вся очень сильно разбитая она сама по себе меняет свой угол ничего там не настроено схождение в разные стороны из-за этого возможно тачка не рулится но как сказать не рулится она рулится все углы держит все везет но если резко переложиться может такой эффект случится что тебя за спинит то есть нужно это отлавливать а сошки которые я хочу поставить это вот такие вот сошки сейчас я буду сравнивать геометрию этой сошки со своей и сделаю какие-то выводы возможно я эту сошку просто отвезу обратно я катался на таких сошках четыре года назад мне очень нравилось а вот приехал серега кого бата он на колесах на зеленых спереди на красных вчера не успел докрасить ставил вчера рычаги сзади выпендривался что-то там не получалось у него серега начата здорово да нормально хавати спасибо как обычно до завтрак победителя бабок нету да серега вчера красил и вот прям вот так и оставил не докрасил ты на ниппелях бумагу оставил дырил мне кажется с лаком может не очень походить не сдали как нормально с трех метров на камере даже видно не будешь это шляпа такая же нормально это передней покрасена в общем вот сошки которые у меня стоят которые на альтезе и сейчас на чайзере а вот сошку который купил если мы прикладываем то мы видим тут картину во первых плечо больше и а керман развернут в более нулевое положение это значит что вы ворота будет больше но углы будут не такие думаю все-таки подкину проверю так сказать уже на возврат не повезу час времени и сошки уже на тачке такой вот вы ворот получился в принципе он примерно такой же был то что по геометрии сошки на не сильно различалась так вот здесь все это стоит она чуть толще получается из-за этого тачка стала ниже завтра поедем тестить покатаемся по вкидываемся посмотрим как она вообще вывозит но раньше эта сошка очень хорошо работала мне нравилось вот пришло время так сказать ее проверить по спеку на чайзере нижний рычаг плюс 3 ну и все в принципе остальное сток теншин 110 сошка развернута внаружу то есть здесь от пилена было ухо это для того чтобы кастера было больше и получается эксцентрик на балке задвинут максимум вовнутрь это сделано для того чтобы было побольше кастера потому что кастерного рычага нет сейчас выдвинуть будет завал но не будет кастера позже я подкину кастерные рычаги сделаю развал и полетим сейчас развал по моему там 4 градуса что-то типа того или 5 не помню надо посмотреть по бумажке стойки у меня куска зеро 1 они без регулировок но в принципе работают да и ладно осталось только переобуть задние колеса и можно будет завтра уже выезжать не готовив тачку сейчас еще кстати ходовку проверю серёга тут что-то все поразбирал у него по ходовке стоят джиг стойки тайха рычаги поставил он короче вот эти рычаги не советую брать если кто-то будет покупать пацаны сразу вот здесь усиливайте они гнутся вот в этом месте от малейших ударов материал очень плохой проверено уже не на одних рычагах уже ни одного человека не согнулись поэтому берите на заметку все где-то тюнинг и d-max тяги рулевые какие-то серёга автоспортсмен снял стаб но он снял его потому что у нее тут что не росло вот рычаг у него на 3 сантиметра развален по моему кондуктору и какая-то сошка она здесь уже стояла она без конуса и без направляя к наступицу такое не очень скажем будет скорее всего их менять чайзер у него на 1gz gt и витяй коробка r154 тут стояла турбина там и когда мы его покупали но он сейчас поставил штатную домой будет продавать то что мой турбина нужно под мозг мозг пока что не планируется поэтому будем на стоке штатный радик кулер он снял подварить на люке со своего марка руль переставил оригинальный мама кстати кто не знает как определить оригинал руль или нет вот здесь сзади есть такая табличка мама италия и будет обязательно дата пропечатана ну и вообще у мамы никогда у таких рулей по крайней мере не встречал не было именно строчки можете обратить внимание что все склеено так вот можно определить по фото руль оригинал или нет если на нем есть строчка значит это не орига именно вот этой модели так у нас сегодня день тренировок среда крайняя тренировка по ямам завтра уже будем их ремонтировать выскакиваем на чайзере на новой ходовке надеюсь будет рулиться так как я задумал и так как было раньше бензин 56-45 заправляемся до полного моя любимая рубрика проезд к змеинке сейчас будем показывать так едем здесь у нас под разровняли немножечко а вот там дальше начнется 66 надо окошки закрыть вот начинается начинается моя любимая бедные мои пороги в общем вот такой здесь от происходит последнее время это все из-за фур от этих которые строят вон те дома ездят в порты там или чё там принимают какой-то груз в общем они сильно разбивают трассу ну и сама по себе здесь трасса не из асфальта из какого-то камня щебенки ой так можно и сломать чай так приходится ползти на тренировку так здесь дальше асфальт вроде норм очень сильно настораживают эти дома точнее один дом здесь еще сейчас будет 2 строится слева ледовая арена тоже и тут что-то вот еще строится это очень плохо для змеинки потому что вскоре ее могут снести и построить здесь дом потому что будет очень хороший вид на мост как не хотелось бы этого хотя там есть лес очень глубокий может туда и сместить и может быть будет новая змеинка это не точно там стоит целых две альтезы сейчас пойдем подснимем их посмотрим пацаны там конуса раскладывают а здесь снова стоят корчи и мы быстренько сделаем на них обзор так сзади у них это спортивная балка милкис это чтоб с редуктора сливалась лишнее масло при нагреве какой-то стабилизатор крашеный стоит подушечки а джес радик в багажнике труба на арматуре нижние рычаги кфд я кстати себе такие не стал покупать купил swap works вот жду скоро придут здесь стоит насос фильтр в принципе ничего примечательного задняя крышка багажника вырезана она железная крылья тоже железные китайские колесики стоит один суппорт салоне у нас стокси духа пассажира водительский ковш сабельт гидроручник коробка 154 наверное стоит руль китайский ну короче все по минималкам наклейка rds азия она участвовала в первом этапе по переду пластиковые крылья на морде стоит федерал кстати колесо 17 прошу заметить а сзади 18 так по ходовке ничего увидеть не смогу но смогу вам подснять отсюда вижу нижний теншин а джес остальное все видите сами проставочка стоит 30 миллиметров они я вас обманул и отсюда увижу стоят дамировские сошки версии 1 которая со смещением ступится назад не рычаг разваленный нижний под капотом тут стоит gz пуску gz это какой-то сильный дроссель турбина даже не вижу отсюда какая но какая-то вроде тридцатка в общем такая вот альтеза на каркасе во всех делах в рдс ну и самое главное стоит здесь альтеза это альтеза олега денисеевича она уже побывала на прям ринге вминалась жопой это чисто боевой корч такую вот они заглушку придумали масляный фильтр и электрод как-то давно я снимал здесь 180 с x он вот тут стоял это вот машина этого же хозяина сзади у него один суппорт рычаги все сток может быть что-то не конечно заказ там или на я не вижу вроде как колеса в ноль здесь полный салон zip а салоне даже сток седло стоит китайский руль здесь уже кто-то покусал самое интересное но это по передней ходовке чего у него стоит потому что завал у него какой-то дикий на прошлой тренировке он упал в яму и сломал нижний рычаг он диск нацарапала стойки у него джиг что спереди что сзади сейчас попробуем подснять выворот так сейчас подснимем по вывороту я сам не знаю нижний рычаг разварен есть стопор понятно здесь все в масле под капотом gz такой вот конфиг кстати став убран заметьте верхний рычаг переварен назад теншин тюнин и стоит тоже g зеленый короче прохватили пару проездов серёгой эти сошки лучше рулятся на них разворачивать только в том случае если ты сильно в угол провалился и типа там держишь его в общем на этих сошках лучше чем на тех резина за пару кругов 0 мы сейчас катаем обратный конфиг все резины у меня уже нет а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, тренировка закончилась Чайзером полностью доволен Сзади стоял триангл 17-го года И он вообще не точится Если покупать 2020-го Он стирается как ТАЖ-21 Итак, с этой минуты Начинается новая история История начинается у нас с аренды Этого прекрасного Асфальторезчика Будем им сегодня резать на зминке асфальт Сейчас нам поменяют диск Потому что здесь немножко скол появился И будем на нем нажигать Так, Роман уже начал потихонечку Делать пропила Что, нормально, да, напилит? Да, да Укомплектованный Как с прошлого раза уже наученный Когда я пришел домой, я охуел Ну, сейчас она хотя бы так не пылит Ну, да Потому что вода пошла Теперь мы знаем Кстати, это, по-моему, та же, которую мы в прошлый раз заделали Похоже очень, да В общем, в этом году ям тоже много Ямы глубокие Самая глубокая яма, которая здесь есть Такие маленькие Не совсем глубокие Но тоже неприятные Вот все повыпиливали И там еще чуть есть В этот раз будем брать 5 тонн асфальтов В прошлый раз тоже брали 5 Все нам хватило И еще вот здесь засыпали остатками Вот эта вот часть Это все из наших остатков Итак, у нас день 2 Сегодня будем класть асфальт Там вот мотоциклисты Выдувают всю пыль с ям Очень удобная штука В прошлый раз мы просто мили метлой Приехали, привезли каток В общем, у нас здесь из ЗИПа Есть битум Вот такой мы в банках купили И чисто дорожный битум Сегодня будем его топить И заливать В прошлый раз у нас было всего 9 литров И мы проливали только края В этот раз мы хотим и середину пролить И края И еще очень хорошо, что весь песок выдули Должно прилипнуть очень хорошо У нас, короче, все в огне 3 тонны асфальта уже закончилось Сделали только половинку Народу сегодня мало Над вечером, надеюсь, кто-то еще подъедет Основные ямы заделали Но на треке еще много ям Битум тоже топится Я ношу, заливаю Короче, все нормально Пока все по плану движется Надеюсь, хватит нам асфальта для всех ям Последние штрихи Докидываем и заканчиваем Постановочка у нас будет Чуть пошире Ну что, вчера накинули асфальт У меня села камера, как обычная Сейчас я покажу, из-за чего у меня садится камера В общем, есть у меня вот такой бокс Он лежит у меня постоянно в сумке с ключами Здесь вот такая система есть Можно заблокировать кнопки Только боковые можно нажать, но они не работают В общем, ключами Эта кнопка включается сюда И когда я двигаюсь, она нажимает включение Сонька включается и начинает писать И у меня постоянно видосы по 3-4 часа Есть в сумке, где просто я хожу И она снимает темноту Такой вот бокс, из-за него постоянно садится камера Стараюсь это контролировать Но, блин, чаще всего получается, что камера садится Вчера у нас все получилось Мы подкинули асфальт Хотелось, конечно, побольше асфальта на зону вылета Но у нас был асфальт ограниченного количества Поэтому сделали только на трассе ямы И чуть-чуть зону вылета Первый день, когда резали асфальт Я не помню, сколько человек было Ну, примерно столько же Вчера было 10 человек Общая сумма ремонта вышла около 100 тысяч рублей Чуть меньше Сегодня соревнование у Семенюка Дрифт ПРОМ Это где тачки едут без каркаса на 100 к салоне Сейчас поеду на премьеринг Посмотрю, как они катаются Сколько участников Как вообще обстановка Ну и заодно подсниму вам